На территории военно-патриотического центра воспитания молодёжи прошла 11-я журналиада Подмосковья. Соревнования проводит региональный союз журналистов при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Перед началом соревнований награждение лауреатов 9-го журналистского конкурса «Спортивная Подмосковья». В числе победителей и призёров 40 человек. Среди награждённых – телеканал ЛРТ. Участников журналиады поприветствовали организаторы и руководство Центра военно-патриотического воспитания молодёжи, на территории которого все 11 лет проводят спортивные состязания среди журналистов. В программе соревнований шесть дисциплин. Перетягивание каната, дартс, спортивная эстафета, разборка и сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, скалодром. Каждый год мы участвуем в этих соревнованиях, и люберцы не отстают от спортивных состязаний. Каждый год они стараются участвовать, а не мы. Я очень рада, что я снова оказалась здесь. По словам председателя Союза журналистов Подмосковья Натальи Чернышовой, такие встречи способствуют спортивному братству, дружескому общению и сплочённости. Без этого в такой сложной, напряжённой ситуации, в которой оказались журналисты и вообще все наши медиа, сегодня невозможно. На нашем Союзе достаточно много интересных очень проектов, интересных организаций, и нам есть чему учиться у других коллег. Но самое главное, что я могу с уверенностью сказать, наш Союз настоящий. В региональном Союзе журналистов состоят полторы тысячи человек. Самые спортивные сегодня здесь. Приехали из Раменского, Воскресенска, Сергиева Посада, Серпухова, Домодедова. Всего 13 команд. Среди постоянных участников – люберчане. Сегодня на журнале «Аде» команда «Люберецкая» показала себя, показала как любознательных, драйвовых, оптимистичных. Мы прекрасно лазили по скале, мы перетягивали канат. В очередной раз команда «Люберец» доказала, что «Люберцы» – это территория спорта. Самая оптимистичная спортивная команда. Мы настроены на победу. Результат не заставил себя долго ждать. На скалодроме «Люберецкая» команда заняла первое место, водрузив флаг ЛРТ на вершине скалы. Отличные показатели и в соревнованиях по разборке и сборке автомата Калашникова. Второе место. Очень крутая журналиада, очень много разнообразных событий, соревнований. Подожди, здесь просто автомат собираю, и очень сложно пока. Надо же успеть раньше остальных. По результатам журналиады, в общем зачёте золото взяла команда из городского округа Щёлково. «Люберцы» стали шестыми. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.